здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки и так полная теория движения тела брошенного горизонтально это означает вот у меня есть мячик и мы его вот бросаем именно вот таким вот образом вот мячик 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 нашел мячик короче вот так мы его бросаем естественно можно и так бросить это тоже будет горизонтально так вот самое интересное заключается вот что мы первым делом должны нарисовать чертеж ну вот допустим это какое-то здание у которого есть высота которая обозначена буквы h и бросаем тело с какой-то нулевой скорость вот отсюда мы его и бросаем что же происходит я говорю что это тело начинает двигаться каким образом вы двигаться по парам спросите почему я об этом скажу чуть-чуть похоже мы вместе с вами докажем на самом-то деле как только тело отрывается от руки от броска так сказать что происходит это же тело действует силу тяжести но сразу начинает пахнуть поэтому нет такого что он летит 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 и начинает пахнуть ничего подобного сразу же начинает так сказать снижение вот все ну и для того чтобы ответить на эти вопросы мы должны понять некоторые так сказать вещи вот представим себе что за движение будет наблюдать наблюдатель так сказать отсюда вот но наблюдатель то особенный он может только видеть что будет происходить по оси и а оси и я выбираю вертикально вниз почему ну потому что тело то поводит падать вниз поэтому оси и выбрал что же он будет видеть представим себе да что он не видишь что шарик нему приближается он не видит вот так он видит только вверх вниз вверх вниз вот так вот этот глаз устроен естественно что по оси y он увидит что тело просто напросто смотрите внимательно свободно падает вот все значит я записываю по оси y свободное падение все теперь берем второй глаз который будет наблюдать и видеть только то что происходит по оси икс оси икс я выбрал таким вот образом вот начало кардина по оси икс так так давайте с вами посмотрим по оси икс в каждой точке будет одна и та же скорость в нулевая бросили вот в каждой точке будет та же самая скорость вы спросите почему да потому что чтобы скорость изменить на тело должна подействовать какая-то сила а по оси икс на тело в данной ситуации никакие силы не действуют нету ветра нету ветра нету какого-то вентилятора и так далее и так далее короче говоря раз сила не действует значит тело движется равномерно и прямолинейно и так по оси икс тело брошено движется вот эти два самые главные условия мы должны понять если мы это понимаем все остальное будет достаточно просто итак если мы начинаем разговаривать с вами про оси икс икс видим что тело движется равномерно и прямолинейно значит уравнение движения икс равняется икс нулевое плюс в нулевое т по оси икс но начало кардината здесь выбрал значит икс нулевое будет равняться нулю и короче говоря получаем икс равняется в нулевое т где икс это координата тело по оси икс в любой момент времени что происходит по оси икс ну по идее должен записать уравнение координаты икс равняется икс нулевое плюс в нулевое икс т плюс gt квадрат пополам икс нулевое здесь начало координата равно нулю теперь бросаем тело да ведь оно по оси икс в начальный момент времени не движется оно начинает двигаться только по оси икс значит в нулевое икс тоже было равно нулю и поэтому остается только gt квадрат пополам и так икс равняется в нулевое т икс равняется gt квадрат пополам иногда пишут одна вторая gt квадрат пополам я привык писать это таким вот образом вот все теперь что можно сделать вот видите я в самом начале сказал что тело брошено с высоты h но что значит с высоты если с высоты я должен смотреть вот таким вот образом а в данной ситуации я говорю следующее опа земелька там земля пол находится на высоте h который буду отчитывать вот отсюда ну и отсюда тоже как бы можно как бы рассматривать вот поэтому y я могу заменить буквой h то есть с высоты с какой высоты это тело было брошено вот нашел чем можно стирать всю эту штукенцию ну вот как то так да теперь смотрите что еще можно сделать вот это у нас x максимально то есть максимальная координата по оси x куда тело так сказать может долететь приземляясь как говорится на землю x максимально я могу обозначить буквой l поэтому если мы говорим вот про такие так сказать случаи максимально могу записать это и таким вот образом но в целом x равняется v нулевое t y равняется gt квадрат попала вот из этого мы так сказать и будем исходить а потом когда уже начнем решать задачу будем думать ага тело брошено с высоты и значит можно обозначить y максимально или h вот какова дальность так сказать полета по оси x будем обозначать буквой l ну а пока как я уже сказал вот эти две формулы нам о многом что так сказать давайте в первую очередь докажем что вот это вот в траектории будет являться параболой парабола уравнение параболы x равняется x квадрат плюс bx плюс c да в общем случае правильно да мы должны только понимать что если у нас есть что-то x квадрат значит это у нас парабол вот все ну давайте с вами поищем что-то у нас будет в квадрате или не будет давайте найдем зависимость x зависимость вот высоты от координаты по оси x то есть y как функция от x какая зависимость между ними существует вот если здесь у меня есть какой-то x значит этому x будет соответствовать какой-то y правильно вот какая зависимость существует а это доказывается очень просто пусть это у нас будет первое уравнение а это будет второе уравнение так вот из первого уравнения найдем время время t из первого уравнения это x деленное на v0 и поставим вот сюда вместо t будем писать x деленное на v0 тогда y будет равняться g деленное на 2 а вместо t квадрат я напишу x квадрат деленное на v0 квадрат теперь что сказано по условию Мы же бросаем тело с какой-то скоростью, и видим, что эта скорость не изменяется. Это есть величина постоянная. Скорость величина постоянная, g, которая принимается в задачах за 10 метров на секунду в квадрате, тоже величина постоянная. Поэтому я вижу, что y равняется какому-то коэффициенту k x квадрат. Ну и что? Пора было, естественно. Пора было. Кстати говоря, вот иногда говорят, здесь парабола, и здесь надо поставить минус. Ничего подобного. Ничего подобного. Коэффициент перед x квадрате в данной ситуации, он тоже положительный. Потому что, смотри, ось-то я вот так вот выбрал, x, а тут y. Вот так вот у нас параболы, она идет, она положительная. Вот это мы тоже должны, так сказать, понимать. Ну вот. Значит, уравнение параболы, уравнение, так сказать, движения тела мы, так сказать, с вами увидели. Как это получается? Их равняется. g деленное на 2b нулевое квадрате x квадрат. Все. Теперь давайте с вами дальше рассуждать. Допустим, нам нужно найти максимальную длину. Да, вот от подножия вот этого. L найти. Если тело брошено с какой-то определенной высоты. Ну хорошо, давайте с вами L найдем. Значит, L равняется V нулевое умножить на t. И в то время, когда это тело приземлилось, да, вот пройдя по оси x какой-то промежуток времени. Тот же самый промежуток времени, оно и падало. Поэтому h равняется gt квадрат пополам. Давайте найдем отсюда время. Это будет 2h деленное на g. И поставим сюда. Значит, длина будет равна вот этой вот максимальной. V нулевое умноженное на квадратный корень из 2h деленное на g. Все. Задачу решили. Теперь еще что может встретиться. Мы же с вами теорию, так сказать, разрабатываем. А чего будет равняться скорость через какой-то промежуток времени? Вот, допустим, вот через этот промежуток времени. Чему будет равняться скорость в этой точке? Да? Ну, во-первых, мы знаем, что по оси x скорость не изменяется. Она будет V нулевая. А вот теперь, чтобы найти скорость, да, мы должны знать, что скорость любой точки, если тело движется по какому-то такому закруглению, будем говорить, да, это касательная в этой точке. О, рисую касательную. Отсюда опускаю. На эту касательную. Как будто бы вот такой вот перпендикулярщик, чтобы здесь было 90 градусов. И вот это, ребятки, и будет скорость, которую мы ищем. А еще она будет составляться. Она будет состоять из скорости по оси x, V нулевое. И скорости вот какой. По оси y. Поэтому мы сейчас с вами должны это V нулевое, так сказать, и найти. Итак, почему же она будет равняться V нулевое? Да, это скорость. Какой-то промежуток времени по оси y, после того, как тело бросили. Ведь по оси y тело просто-напросто свободно падает. В начале эта скорость равна нулю. То есть V нулевое y, это у нас ноль. Я должен gt прибавить, потому что g у нас всегда смотрит вниз по направлению оси. Вот я нашел gt. Ну и тогда скорость. По теореме, π фагор будет равняться квадратному корню V нулевое квадрат плюс Vy в квадрате или я могу написать это таким вот образом V нулевое квадрат плюс g квадрат d квадрат. Вот таким вот образом я нашел скорость. Но скорость это векторная величина. Поэтому еще нужно найти направление. То есть найти вот этот уголок альфа. В физике уголок альфа всегда ищут с помощью тангенса угола. Тангенса уголок альфа это Vy на Vx в противолежащий квадрат при лежащем квадратном. Короче говоря, это у нас gt на V нулевое. Ну потому что по оси и нулевое эта скорость будет всегда постоянной. Вот таким вот образом это все, так сказать, у нас находится. С какой скоростью он упадет на землю? Да? Вот она скорость. Она тоже показательно направлена. И это у нас будет Vx ве или V нулевое. А здесь будет Vy ве. Опять таки. Ну а дальше уже можно, так сказать, тут всякие варианты испытывать. Вот. Vy ве. Это у нас g умножить на t. А время, допустим, неизвестно, а известна высота. Значит, h равняется gt квадрат пополам. Правильно? Значит, отсюда можно найти время t. я уже делал 2h, деленное на g. И подставить сюда. Да? Получается g умножить на квадратный корень 2h, деленное на g. А потом мы получим квадратный корень из 2h. Но к этой же формуле можно было прийти по-другому, потому что высота V квадрат минус V нулевое квадрат, деленное на 2g. Ну, по оси y, это мы все рассматриваем, да? По оси y, начальная скорость 0. И мы получаем, что высота равняется Vy квадрат, деленное на 2g. Это означает, что Vy будет равняться квадратному корню 2h. А здесь, если мы g внесем под знак корня в квадрате, мы тоже получим 2gh квадратный корень. Вот. Поэтому скорость, которую мы ищем, это у нас что? V нулевой квадрат. Да. И плюс квадратный корень из 2gh квадрат. 2gh получается. Вот таким вот образом можно найти и скорость, с которой тело упало на землю, при условии, что его бросили горизонтально. Ну, вот как-то так решаются всевозможные, так сказать, задачи про тело, которое брошено горизонтально. Ну, вот все. Все. Закончил, так сказать, теорию движения. А теперь можно переходить к решению задач. Если вы находитесь на моем канале, я лишний раз хочу напомнить, что этот канал называется FF. Физика – это просто канал, на котором любые задачи вдруг становятся простыми, понятными и доступными. Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь, буду вам очень признателен и благодарен. Ну, конечно, лайк не забудьте поставить. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки. Ну, вот я приготовил ряд задач, которые мы с вами должны решить по теме движения тела, брошенного горизонтально. Теорию мы уже знаем. Ну, а теперь о теории, так сказать, практики. Итак, давайте с вами порешаем, так сказать, задачи. Прежде чем начну решать, хотелось бы лишний раз, так сказать, сказать, в чем предназначение вот моего канала, который я называл «Физика – это просто». Ответ простой. Я уверен на все 100%, что если мы с вами вместе научимся решать простые задачи, значит, в дальнейшем вы научитесь решать и более сложные. Вот все. Поехали. Итак, первая задача. С башней высотой 45 метров горизонтально брошен камень. Итак, башню рисуем. Вот эта вот башня. Вот 45 метров. Обозначаем «H» 45 метров. Вот с такой высоты брошен камень. Через такое время этот камень упадет на землю. Вот, брошен камень с какой-то скоростью V0. Ну что, помните глаз? Те, кто смотрел мой фильм, где я объяснял теорию движения тела брошеного горизонтального. Тут глаз был такой, вот, который видел, что по оси Y тело просто-напросто свободно падает. Все. И поэтому здесь думать, ну ладно, начальная скорость-то неизвестна, задачки не решаем, ничего подобного. Глаз убираем. H равняется Gt квадрат по балансу. Все. У нас это будет время. Равняется квадратному корню 2H деленное на G. Получаем 2 умножаем на 45 метров. Делим на G метры. Секунды в квадрате уходят сюда. Метры, метры. Сокращаем 2 на 45. 90 делим на 10. 9 квадратный корень из 9. Плюс-минус 3. Но минус нас не интересует, потому что отрицательное время. К сожалению, а может быть и к счастью, не существует. Вот. Поэтому ответ мы получаем 3 секунды. Вот все. Так решается это незамысловатое. Вот. Ну, иногда вызывающее трудности у ребят, которые решают задача. Я это убирать не буду, потому что, скорее всего, все остальные задачи, но не скорее всего, а все остальные задачи тоже будут связаны с броском горизонтально. Поэтому начинаем дальше решать задачу. Тело бросили козырец. Ризонтально. С начальной скоростью. Ага. А начальная скорость 40 метров в секунду. Есть. Определить его скорость через 3 секунды. А чему будет равняться скорость через 3 секунды? Хотелось бы сказать, в данный момент остановите фильм. Не надо продолжать. Смотри. Остановите. Остановите фильм. И попробуйте решить эту задачу. Попробуйте. Я уверен, у вас получится. Но, если не получится, есть второй вариант изучения. Посмотрите, что я сделаю сейчас. Остановите фильм. Возьмите чистый лист бумаги. Погасите экран. Жук не подсматривает. И попробуйте решить. Получилось? Отлично. Потом будем решать следующую задачу. Итак, короче говоря, значит, бросить тело со скоростью 40 метров в секунду. И какова его скорость будет через 3 секунды. Допустим, тело за 3 секунды вот очертилось здесь. Что мы знаем? Начальная скорость какая была, такая и осталась. В оси Х. В оси Х у нас выбрана вот таким вот образом. А что же происходит? А здесь вот скорость, которую мы ищем, это скорость, которая направлена по касательной. Вот она. Вот эту скоростяку мы, так сказать, ищем. Вот она. Вот. В нулевой есть. Значит, сейчас мы должны найти скорость по оси У. Игрековая. Вот что мы с вами должны найти. Потому что В нулевой это сорт. В мате Игрековая это очень просто. По оси У тело свободно падает. Она равняется ЖТ. ЖТ. Вот так вот по-французски ЖТ. Короче, получается 10 умножаем на 3 и получаем 30 метров в секунду. Вот все. Ну а теперь по теории Пифагора скорость, которую мы ищем, это квадратный корень без В нулевой в квадрате плюс В ик в квадрате. Вот. Ну тут получается 30-40. Значит, скорость будет равняться 50 метров в секунду. Вы можете поставить, посчитать, да, но вообще это как ряд иногда золотой треугольник 3-4-5 30-40-50 Вот. Это когда 3 в квадрате плюс 4 в квадрате получается 25 квадратный корень из 25 получается 5. То есть вот у нас 3-4-5 3-4 Значит гипотеноза будет равняться 5. Ну понятно, что 30-40 50 будет одно и то же. Ну короче говоря, все. Скорость через 3 секунды мы с вами обнаружили. Так сказать, нашли, а значит можно переходить к следующей задаче. Следующая задача будет такая. Камень бросили горизонтально. Горизонтально со скоростью 15 метров в секунду. И он упал на землю со скоростью 25 метров в секунду. Сколько времени длился полет этого камня. Ну что нужно здесь сделать? Давайте посмотрим. Вот. Давайте посмотрим. Так летит, летит камень. ба-бах о землю. Вот. О землю. Ну вот так вот. Ба-бах о землю. Короче говоря, тут В нулевое какое было, такое и осталось. По касательной вот у нас что известно. Вот это у нас скорость В 25. А вот скорость по оси и у она нам неизвестна была. Но мы с вами знаем, что В и это ЖТ. ЖТ. Короче, говорят, что получается. Если нам удастся найти В и и, значит, мы можем найти и время Т. Но В и это можно найти, потому что скорость известна. И скорость горизонтальная известна. опять-таки потеря Пифагора В и У будет равняться В квадрат из квадрата гипотенузы. Отнимем В нулевое квадрат. Все. Ну и что тогда получается? Получается 25 в квадрате 625 отнимаем 15 в квадрате 225 и получаем квадратный корень из 4 сорт. Это 20 метров в секунду. Тогда время будет равняться В и и деленное на Ж. То есть 20 метров в секунду на 10 метров на секунду в квадрате. Метры метры сокращаем, секунды сокращаем, секунды остается. 20 на 10 получаем 2 секунды. Вот 25 в квадрате. Почему я сразу написал 625? Я обычно еще не раз напоминаю 25 в квадрате, 15 в квадрате, 35 в квадрате. Как найти? Очень просто. Берем двоечку. После двоечки троечки идет. Правильно? 2 на 3 6 и добавляем 25. Тут единичка. После единички двоечка идет. 1 умножить на 2 2 и еще 2 и добавляем 25. 3 после троечки четверочка идет. 3 умножить на 4 куб 12 и добавляем 25. Ну и так далее. Ну хорошо. Итак, мы эту задачку с вами тоже решили. Отлично. Давайте еще следующую решаем. Почему бы и нет? Задачка такая. Тело брошено горизонтально со скоростью 15 метров в секунду. Вот начальная скорость 15 метров в секунду. Через какое время от начала движения? Внимание! Горизонтальное смещение будет равно вертикальному. ой-ой-ой-ой-ой-ой. Учитель! А ты нам не рассказывал, что такое горизонтальное смещение? Давайте с вами посмотрим. Горизонтальное. Да? Так вот, что может произойти? Может произойти следующее. Да? Вот раз! Вот это вот у нас горизонтальное смещение. Правильно? А вот это у нас в данной ситуации вертикальное смещение. Они будут равны? Не будут равны. Поэтому мы с вами должны найти такую штуку, когда допустим горизонтальное смещение и вертикальное смещение будут одинаковыми. Допустим вот здесь квадратик у нас получается. Да? Вот так вот. В данной ситуации я говорю, вот это горизонтальное смещение будет равно вертикальному смещению. Вот оно. Вертикальное смещение – горизонтальное смещение. Все? То есть обозначим вертикальное смещение буквой H, а горизонтальное смещение вот 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 обозначен я утверждаю абсолютно одинаковым и мы должны найти время когда аши будут одинаково очень просто ваш равняется по оси и тело движется каким образом падает просто-напросто а по оси икс он движется равномерно все аж равняется из этого будет следовать что gd квадрат пополам и в нулевое т одинаковы значит вот это т т можно сократить и из этого уже следует что время которое мы ищем равняется значит 30 делим на 10 2 может не 15 30 делим на 10 получаем 3 секунды значит если тело брошен с какой-то начальной скоростью то время в течение которого горизонтальное смещение будет равно вертикальному смещению будет равно произведение двойному скорости деленное на g то есть что получается бросил со скоростью там допустим 20 метров в секунду да за через четыре секунды аж и эль будут одинаковы а бросил со скоростью 40 метров через 8 секунд ну 2 на 40 80 делим на 10 и так далее и тому подобное ну что эту задачу решили решили еще чуть-чуть порешаем чтобы нет следующая задача значит так глыбу да сбрасываю с крыши с высоты 25 метров горизонтально со скоростью 3 метра секунды ну снег башка падет совсем мертвый будешь да вот короче говоря глыбу бросаю автору нужно было придумать что чтобы позабрасывать глыбу будет да с высоты 25 метров значит аж 25 метров вот такую глыбищу так сказать санта ракуле вот со скоростью начать естественно 3 метров в секунду на каком расстоянии от дома это глыба упадет что он должен найти вот это глыба а найти мы должны вот это вот расстояние все ну давайте будем его и стать так 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 или равняется в нулевое т в нулевое известно на сейчас нужно поломать как время найти а время как найти а по оси это свободное падение аж равняется же т квадрат пополам а значит время поскольку высота известная могу найти 2h деленное на g и поставить сюда значит будет в нулевое квадратный корень 2h деленное на g все задачка решена теперь будет равняется в нулевое 3 квадратный корень 2h это будет 50 делим на 10 получаем 3 корень из 5 вот ну получается где-то 6 там с чем-то 6 там с чем-то так секундочку берем калькулятор квадратный корень из 5 умножаем на 36 целых 70 6 целых 70 метров то есть если с высоты 25 метров со скоростью 3 метра в секунду бросить какое-то тело оно упадет на расстояние от подножия вот этой самой дома 6,7 метра будет приземлиться вот ну хорошо дальше поехали из окна расположенного на высоте 8 метров нет на высоте 5 метров значит что нам известно из окна из окошка бросают лукошка вот вы бульта бросали лукошку можно бросить вот из окна на высоте чего-нибудь добросят да вот 5 метров из окна бросают горизонтально а он взял и упал на расстоянии 8 метров от дома вопрос с какой скоростью был брошен этот самый предмет лукошка в данной ситуации В нулевое так ну что В равняется В нулевое Т аж равняется ЖТ квадрат пополам правильно вот В нулевое найти нужно В нулевое будет равно Л деленное на Т Л деленное на Т то есть вот эта дальность на время в течение которого этот лукошка летел на землю ну а как найти время да отсюда мы уже находили да и равняется квадратный корень 2АЖ деленное на Ж ну и поставим сюда что будет Т тут можно написать 2АЖ а корень из Ж идет наверх вот так можно сделать ну и что получается давайте с вами посмотрим 2АЖ это будет 10 о и Ж 10 ребятки сокращаем и получаем что В нулевое будет равняться ну как бы да то есть 8 метров в секунду подставляя численные значения я только числа сократил вот начальная скорость не может равняться длине вот получается 8 метров в секунду ну то что числа такие получили то поэтому 8 метров в секунду вы с вами и получили ну что еще одну задачку да попробуем и еще одну задачку мы с вами попробуем решить задачка такая мяч брошенный с башни горизонтально со скоростью в нулевое 5 метров в секунду упал на расстоянии 10 метров от подножия вот чему равняется высота башни вот все ну опять таки d равняется v нулевое d h равняется gd квадрат пополам вот это два основных так сказать слона которые будут стоять на земле а че я начал говорить ладно короче говоря вот такая ситуация здесь вот эти вот два слона l и h мы должны с вами знать как они рассчитываются вот и все ну что получается время мы можем найти отсюда потому что l и v нулевое известны естественно d равняется l деленное на v нулевое ну и подставляем сюда и все значит что будет g деленное на 2 а вместо t квадрат пишу l квадрат на v нулевое в квадрате конечно можно было сразу посчитать получить 2 да и в конечном итоге 10 метров но так решается задача значит что будет 10 умножаем на l в квадрате это будет 100 делим на 2 а в нулевое в квадрате будет 25 да все значит что получается 10 делим на 25 получаем 4 4 делим на 2 получаем 2 да нет здесь здесь должно написать значит 20 метров все я там по моему 10 сказал неправильно вот это посчитали значит будет 20 метров вот все да 10 на 5 будет 2 ну да 2 квадрате это 4 4 на 2 2 на 10 на 10 20 метров в секунду решили эту задачу да конечно что же здесь как говорится сложно потому что мы знаем только вот это и вот это ну все последняя задача вот последняя задача я лишний раз напоминаю для того чтобы решить после того как я дал условия желательно остановить попробуйте самому решить и потом уже продолжать ну вот все и так последняя задача дальность полета брошенного горизонтально со скоростью 5 метров в секунду равняется высоте откуда так сказать его бросили вопрос почему уравняется дальность полета ну что про два слона помним что у нас получается и равняется в нулевое т а аж равняется g т квадрат пополам тогда у нас В нулевое Т и ЖТ квадрат пополам одинаковые. Т, Т сократили. Поэтому я отсюда могу найти время. Оно равняется 2В нулевое на Ж. Какую задачку, если мне не изменяет память, мы уже с вами решали. Значит, что здесь будет? 2В нулевое это 10, 10 на 10 получается 1 секунда. Ну, а значит и дальность полета будет равняться В нулевое Т. То есть 5 метров в секунду на 1 секунду, в секунду, в секунду сократили, 5 метров получили. Вот такая дальность полета. 5 метров. Значит, из высоты 5 метров это тело бросили. Понятно, да? 1 секунда в квадрате единицы, 10 на 2 получается 5. Ну, вот как-то так. К какому выводу можно прийти? Что задачки, связанные с движением тела, брошенным горизонтально, не являются уж такими сложными. А почему? Потому что вы учите физику на самом суперском канале ФЭК. Физика это просто канал, на котором любые задачки становятся простыми, понятными и доступными. Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, запишитесь. Буду вам очень признателен и благодарен. Ну и, конечно, лайк. Не забудьте поставить. Все. Все вам доброго. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин